МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина и в ближайшие 10 минут о некоторых событиях дня. Смотрите в этом выпуске. Духоте в квартирах конец. В Барнауле сегодня официально отключают отопление. Алтайский хоккей на пороге глобальных изменений. Мы сейчас это демонтируем и будем делать современное, технически современное в дворе спорта. Какой будет новая Титов-арена и чего ждут от перезагрузки хоккейной команды? Строго и иронично. Допустим, Петхой мне вчера позвонил, сообщил, а я тебе их просто передаю, да, вот, как, так сказать, истину последней инстанции. Вот, к сожалению, он мне не звонит в последнее время. К чему учат педагоги Гнезенге, алтайских преподавателей музыки? Сегодня в Барнауле официально завершился отопительный сезон. Постановление подписал глава города Сергей Дугин в связи с наступлением стабильной плюсовой температуры. Ресурсоснабжающим организациям поручено прекратить подачу отопления в жилые дома и организации краевой столицы. А уже с 13 мая в городе начнутся гидравлические испытания. Первыми под отключение горячей воды попадут жители контура ТЭЦ-3. Так что готовьте тазики и водонагреватели. А вот рыболовные снасти пока пусть лежат нетронутыми. До 20 мая рыбачить на АБИ из-за нереста рыб запрещено. Уже пять уголовных дел возбудила краевая полиция по факту незаконного вылова. На днях завершился рейд по изъятию сетей на территории Верхней АБИ. А что за рыба в основном? Окунь, подлещик, чебак. В Тальменском районе полицейские дежурили на озере Барсухова. Там выловили семь сетей, несколько десятков рыб отпустили в воду. В АБИ у Барнаула улов вышел куда большим. Правоохранители вытащили уже 30 лесок, а одного недобросовестного рыболова поймали буквально за руку. Рыбу, лодку и несколько мешков сетями изъяли. Проводились сегодня мероприятия, рейдовые мероприятия по предотвращению фактов браконьерства в рамках оперативно-профилактической операции Путина. Проводились для предотвращения фактов браконьерства, пресечения, так как нерест рыбы не должен быть прекращен. Нерестилище – это основное у нас, чтобы рыба продолжала свой род. В целом, в ходе операции Путина, которую проводили на территории Верхней АБИ, полицейские изъяли 47 рыболовных снастей и 16 лодок. Итог рейда – 5 уголовных дел и 40 административных нарушений. Нарушителей может стать и больше. Операция, напомним, продлится до конца мая. Ну а сегодня у православных радонец или родительский день. Это день памяти усопших. Кстати, до мест захоронения бурнаульцев доставят бесплатные автобусы и трамваи. Вечером расскажем о том, все ли прошло гладко. Съемочная группа «Толка» работает на одном из бурнаульских кладбищ. А накануне у мусульманского мира начался священный месяц Рамадан – время поста и молитвы. На протяжении всего месяца от рассвета до захода солнца мусульманам необходимо воздерживаться от еды и питья. От поста в Рамадан освобождаются лишь дети, старики, больные, беременные и кормящие женщины. В дни Рамадана мусульмане также обязаны подавать милостыню нуждающимся. Завершится пост 5 июня праздником Ураза-Байрам. В этот день у мусульман принято накрывать роскошный стол и угощать верующих. Продолжим. Музыканты из Гнесинки ведут занятия для алтайских преподавателей музыки. Почему ведущие педагоги Российской музыкальной академии приехали в Барнаул, разбиралась Дарья Эйде-Миллер. Я тебе не докладываю какие-то вещи, которые откуда-то я знаю. Допустим, Петховен мне вчера позвонил, сообщил, а я тебе их просто передаю. Вот так иронично и строго Денис Бурштейн разбирает игру студента Алтайского музыкального колледжа. Исполнял он «Аврору» Бетховена. Произведение сложное, но хорошо известное профессионалам. Денис Бурштейн преподает в Академии музыки имени Гнесиных, гастролирует по миру, завоевывает престижные музыкальные премии. В Барнаул приехал, чтобы провести для алтайских преподавателей профессиональные мастер-классы. Бесплатно. Платные курсы, как обычно они проводятся, это дорого. Особенно для людей из разных регионов. Это очень большие для них деньги. Это часто половина или даже больше половины их зарплаты оплатить полные курсы. И то, что дали возможность большому количеству людей получить возможность этого общения и получить сертификаты, все эти удостоверения бесплатно, это, конечно, прекрасно. Свои мастер-классы Денис Бурштейн проводит для участников федерального проекта «Творческие люди». Это часть национального проекта «Культура». Всего на занятия ходят 173 педагога из музыкальных школ Алтайского края, обсуждают методики преподавания, разбирают актуальный репертуар, помогают ученикам исправить ошибки во время игры. Уже на следующей неделе в Барнаул приедет оперная певица Екатерина Стародубровская, музыкальный теоретик Зоя Гуменюк и органист Александр Майкопар. Они тоже поделятся с алтайскими учителями своим опытом. Этот проект будет существовать до 2024 года, и на будущий год такие же курсы будут проходить наши коллеги, библиотекари, работники Домов творчества и другие, работники нашей отрасли. Занятия у наших педагогов музыки продлятся до 20 мая. Выпускники программы получат сертификаты о повышении квалификации. Всего они прослушают 36 часов лекций и мастер-классов. Дорида Миллер, Алексей Фризин. День с толком. В этом случае мастер-классами не обойтись. Барнаульский Алтай меняет название и местоположение. Заодно тренерский штаб, цвета и форму. Это лишь малая часть глобальных изменений алтайского хоккея. Все подробности знает Кирилл Политов, который перед знаковой пресс-конференцией заехал и во дворец зрелища спорта, где идет реконструкция. Знакомьтесь, теперь это Титов-Арена. Прежнее название дворец зрелища спорта уже история. Реконструкция только набирает обороты. Сейчас рабочие, говоря профессиональным языком, раздели здания практически до каркаса. В ближайшее время обещают разобрать потолок весом около 120 тонн, который, по мнению спасателей региона, вызывал больше всего вопросов по противопожарной безопасности. Плюс у нас сегодня, кроме, если вы видите, демонтажа стульев, кресел, по полю, если брать, очень устарела и пожарная сигнализация, и подача тепла, и воздуха. Это очень большие, скажем так, потери были. Поэтому мы сейчас это демонтируем и будем делать современный, технически современный дворец спорта. «Китов Арена», рассказывают все те же строители, будет отвечать всем требованиям континентальной хоккейной лиги. Глобальных изменений масса. Так, вместимость с почти 4 тысяч мест увеличится до 4,5, появятся новый борт, современные сидения, местоположение сменят вип-ложи и раздевалки, установят современный свет и мультимедийный куб с видеоповторами. Мы для себя сроки поставили, чтобы открыть там, как мы уже заявляли ранее, первый международный турнир, который пройдет у нас в Алтайском крае по студентам. То есть это первая неделя октября. Забудьте о кассах, которые установлены на улице, их снесут, перенесут в само здание, оборудуют парковку, возможно, появится фонтан. Сам фасад тоже ждет изменений, правда, пока их держат в секрете. Скорее всего, с лицевой стороны здания закрепят экран, где будут вести трансляции. Теперь же о самом зрелище. Название Алтай тоже уже часть истории. У клуба появится дополнительная приставка «Динамо». Вот только мнение болельщиков и историков здесь почему-то не учли, решили в кулуарах. Ну а подождите, ну хорошо, в футболе есть «Динамо», есть «Динамо» им путаница, ну тоже частично путаница, ну и пусть. Новую страницу алтайского хоккея будет создавать тройственный союз. Это представители Краевого министерства спорта, бизнеса и общества «Динамо». Последние, как известно, управляют одноименным футбольным клубом в Барнауле. За 50 лет под этим брендом команда лишь раз поднималась рангом выше. Откуда же из треска мыв вылетела обратно во вторую лигу? На очереди развитие хоккея. Именно на это нацелено как раз создание, на настоящем этапе вот этой некоммерческой организации, имеющей целью, прежде всего, с началом поднятия флага основной команды, которая бы являлась флагманом для и студенческого хоккея, и для детско-юношеской спортивной школы. У команды «Динамо Алтай» обновят цвета, форму, талисман, заодно тренерский штаб. В роли главного тренера выступит Александр Усачев, который параллельно останется также в роли главного тренера студенческого клуба с точно таким же названием. Помогать ему будут известные в прошлом хоккеисты Юрий Десерт и Евгений Бакланов. Кресло директора займет бывший сотрудник Министерства спорта Руслан Чайкин. Мы потом еще соберем пресс-конференцию, презентуем новую форму и дизайн формы. Мы это видим, наверное, что-то такое более темное, да, то есть в таких тонах темно-синий, как «Динамо», но только вот более темные тона. Озвучили бюджет будущего клуба. Это 55 миллионов региональных поступлений и 20 из бизнеса. Задача быть в призерах. То, чего так долго ждали тысячи болельщиков, кажется, начинают сбываться. Осталось совсем немного. Осенью обновленный клуб в обновленной арене возьмет старт в новом сезоне. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. День с толком. Сразу после выпуска новостей о погоде, а пока полезная информация. По мнению россиян, в том числе и жителей края, основные составляющие достойной жизни, собственное жилье, автомобиль, современная бытовая техника, а также возможность путешествовать по стране и за границей. Исследование провел финансовый университет при правительстве страны. Эти данные подтверждают и эксперты из банковской сферы. Собственный автомобиль, бытовая техника, путешествия, частые запросы от наших клиентов, которые приходят в Банк Восточный за кредитом. Иногда они хотят не что-то одной из списка, а все сразу. Мы одобряем и такие желания. Скупой, как известно, платит дважды. Поэтому в банке рекомендуют не экономить на своих желаниях и готовы для этих целей предоставить необходимую сумму. В Банке Восточный можно оформить до 1 миллиона рублей наличными с процентной ставкой 9,9%. Погашать такой кредит можно до 36 месяцев, что делает ежемесячный платеж комфортным для клиента. Соответствовать стандартам качественной жизни не сложно. Главное выбрать комфортные для себя условия в надежном и проверенном банке. Через несколько секунд и погода спонсор прогноза – компания «Эвалар». А у меня на этом все новости. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова